Она находится на расстоянии 350-400 тысяч километров И особенность такая, что она сферическая И мало того, что она сферическая, она вся еще изрыта вулканами Вот этими вот ямами от падения метеоритов То есть поверхность у нее неровная И вот получается, что когда попадает наш сигнал Вот энергетический сигнал в виде электромобильных волн Попадает, мало того, что на этой трассе идет огромное затухание По мере распространения Попадает сигнал в Луну От Луны идет дисперсное отражение То есть как от сферы отражается в разные стороны Это не зеркало, это не плоскость То есть назад эта энергия не отражается полностью Назад к Земле в лучшем случае отражается только 7% той энергии Которая долетела до Луны И вот эти 7% они опять получают огромное затухание на трассе в обратную сторону Поэтому получается, что излучается там, допустим, киловатт энергии А на Землю приходит доля микроватта И вот эти огромные потери, их можно чем компенсировать? Большим усилением антенны Малошумящими усилителями сделать так, чтобы Все устройства преобразования, которые работают на полупрусниковом ущербе Чтобы они были малошумящими Для этого аппараты помещают в жидкий азот и гелий Потому что, как правило, все АПМ-переходы шумлят от температуры Вот То есть задача какая Сконцентрировать излучение в виде пучка Чтобы как можно больше попало на Луну Вот И при приеме сигнала Выделить из шума Аппаратуру и шума эфира Выделить нужный сигнал, который самый информативный Иными словами, значит, существует так называемый карноль Тепловой уровень шумов И Работа идет с сигналами Которые на 15, 20, 30, 40 даже декабель Ниже уровня этих шумов В обычном понимании Услышать этот сигнал просто невозможно То есть ни один человек этот сигнал в эфире не услышит Шум и шум А компьютерная программа, которая, кстати, разработана Лауретом Нобелевской премии, американцем Он радиолюбитель Вот программа разработала для НАСА специально Вот ее приспособили для радиолюбительских нужд Вот И эта программа, значит, она позволяет Выделять Сигналы Из этого шума Таким образом, чтобы Была, значит, определенная информативность И вот через Луну Идут вот такие вот образы связи Значит, для того, чтобы работать через Луну Нужна приличная энергетика Нужно где-то Ну не меньше 200 Ватт И нужно антенну С оселением порядка там 15-18 минимум децибел А лучше, когда больше 20 децибел Это либо параболы Но параболы на двухметровый диапазон Она огромная Поэтому используется диапазон там 1200 Мегагерст Или там 5600 Мегагерст Вот А для того, чтобы работать С хорошим усилением Делать антенну на двухметровый диапазон Нужны и не Стэк, так называемый То есть Либо несколько траверс Которые симфатно запитаны И создают поток энергии Либо одну, допустим, траверс На которой там элементов 15 И длина траверса Которая там составляет Там 10-12 метров Трелак Но все это считается крохи Самые маленькие Дело в том, что Значит, люди Так называемые Беганы Значит, кто фанатеет Поэтому Так сказать, виду Деятельности Делают совершенно огромные Мегалитических размеров антенны Это сварные конструкции Которые представляют себе Развитую такую ферму В пространстве На ней много стрел Запитанных Один чувак В Краснодарском крае У А6БМ У него участок И он Значит, вот эту всю Огромную конструкцию Вращает на тележках Которые Сами тележки Сделаны на колесах От ВАЗовских моделей Там По-моему 14-дисковые колеса И вот эти колеса Значит, они По участку По ровному участку Выглаженному Значит, перемещаются И перемещаются Таким образом Вся антенна поворачивается Но поскольку Луна Перемещается Не с такой скоростью Как спутник Земли Медленно То, соответственно Вся система Она медленно Очень следит За перемещением Луны Большая очень проблема Попасть в Луну Она маленькая Надо, во-первых Сконцентрировать луч А во-вторых Еще и попасть Этому лучу В Луну Вот Люди приспособились Каким образом Значит Осевую Линию Антенны Совмещаются С видеокамерой И практически Ловят В объектив На мониторе Ловят Луну И прицеливают Антенну Таким образом Это хорошо Когда есть Видимость Вот в эти выходные Ситуация Складывалась Следующим образом Из нашего региона Работало Две станции Одна станция В Тольятти Значит Р-4 Харитонана Ульяма Андрей Он выбрал Диапазон 1200 МГц И работал С параболой Парабола Такая Значит Закроил Все И значит Он Луны Не видно Как раз До этого День была Хорошая Луна Полнолуние Все нормально А на следующий день Низкая плотная область И нифига Уже не видно Соревнования Уже идут По времени Он не может Никого услышать И вдруг Раз Под конец соревнования Образовался Какой-то просвет Между точек И Андрей Усёк Это Луну Быстренько Антенну Прицелил И под конец Соревнования Все-таки Провел Шесть связей На 1200 МГц Но это 1296 Это Каждая связь Она приносит Огромное Удовлетворение Тем более Что Несмотря на его Огромный опыт И квалификацию Для него Это были Первые связи Через Луну Значит Вторая команда РА4ХГН И РА4ХВ Сергей Хохлов И Максим Тальский Оба мои ученики Работали В составе Команды КА4ХББ Вот Они решили Поработать С Участок КОТЭЦ Район Жареный Бугор Это Там Где По дороге На Ульяновск Где Там База Водок Солков Короче Состовый Бор Дачный Массив Жареный Бугор И вот На участке Он поставил Мачту Высотой 18 метров Поставил Там Синопадную Решерцу Ну Как оказалось Для того Чтобы работать Через Луну Как и Свечей Метеоров В общем Никакой Необходимости Высокой Мачте Нет Достаточно Поставить На высоте 34 метра Треногу И направить Ее Ровно Что Они Сделали Они Поставили Невосколько Мачту Вот Взяли Из того Комплекта Который Я приобрел Для Института Связи Я приобрел Для них 4 Траверца По 15 Мачту Фирм Хорошую Антену Которую Использовали В соревнованиях Они Взяли Две Траверцы 15 Элементов Расположили Друг На Другом Собрали Настроили Вот И Пытались Работать Волон И не Видно Где Че Как Но Тем Из России Из России 2-3 Позывных То есть Позывные Они Слышали На компьютере Они Приняли Позывные Программа Расшифровала Так Сигналы Сами При мощности 300 Ватт Пытались Бодали 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 Никто Не Ответ Потом Выяснилось Потом А там Не так Все Просто Для того Чтобы Антенна Соединить Нужен Специальный Сумматор Нужен МШУ Мало Шумящий Усилитель Который Ставится Прямо На Антенне И Дает Где-то 15-20 Децибел Для того Чтобы Компенсировать Тепловые Шумы В кабеле То есть Очень Такая Скрупулезная И серьезная Работа Для По Самой Артенне И Вот Выясняется Когда Соревнования Уже Закончились На Чем Делал Фурцю Есть И Антенна И Энергетика И Транссивер Супер Трансивер Выясняется Что Когда Они Собирали Антенну Она Для того Чтобы Она Работала Как Симфатная Решетка Она Должна Быть Запитана Симфатной То есть Вот Одна Травец Вторая Один Вибратор Второй Вибратор У них Значит Жила Должна Быть К одному Концу Диполя А Плет К другому И Нижняя Антенна Должна То же Самое А Они Нижнюю Антенну Перевернули Ну там Разъем Там Не видно Нифига Антенна Перевернулась И получилось Что Вместо Сложения Полей В пространстве И получения Максимального Сложения У них Получилось Вычитание Полей В пространстве И Антенна Превратилась В кусок Проволок Выкрывали Да И в результате Получилось Что Вот Именно Вот Это А Они Дело В том Что Они В пятницу Пухнули Нехорошо Они Звонили Мне Значит Я Чуть Не сорвался Они Так Умоляли Приехать Ну Они Мои Ученики Как Все Но Они Говорят Мы Сейчас Еще Немножко Поквасим А потом Пойдем Антенну Собирать Вот Вот Они Собирали Ну В общем Короче Вот Такой Опыт Неудачный Образовался Но Тем Не Да Опыт Есть Опыт И Все Как Они С Оптимизмом Смотрят На Это Дело Хотя Грустно Трудно Положено Вот Значит Выясняется Следующее Значит Наш Весь Земной Шар Разбит На Квадраты Большие Квадраты Называется Кюра Локатор Кюра Локатор Это Местоположение По Этому Квадрату Можно Определить Где Находится Станция Сначала Идут Большие Квадраты Они Обозначаются Двумя Буквами Вот У нас ЛО Квадрат Размеры Квадрата Там Что-то Там На 200 На 200 Там 300 На 300 Метра Сейчас Не Помню И Весь Земна Шар Вес В Этих Квадратах Следующий И Каждый Из Квадратов Разбивается Еще На 100 Квадратов И Дальше Идут Цифры Вот У нас ЛО 53 5 3 Там Еще Значит 100 Цифр Можно Уже Большой Квадрат Разбить И Денсифицировать В какой Точке Находится Станция Дальше Еще Каждый Из Этих Квадратиков Еще Разбивается Еще На Буквы Вертикаль По Английски Буквы По Вертикали По Горизонтали И Можно Найти Там В какой Точке Находится Таким Образом Квадрат состоит Из Шести Символов ЛО Большой Квадрат 5 Цифры Поменьше Квадрат И Еще Буквы И Это Еще Самый Маленький Квадрат С Размером Полтора На Полтора Километра Вот У нас Допустим ЛО 53 Типтял Допустим Ц Й Ц ЛО Так Выясняется Что Те Люди Которые Охотятся За За Связями Через Луну А Многие Собирают Эти Квадраты И Достижением Разлюбителя Ультраклавновика Считается Количество Больших Квадратов И Вот Многие Европейцы Задавали Вопрос Ну В Интернете Естественно Почему Нет Никого Из 51 Квадрата Он Не Представлен 53 У них Есть Там Соседние Все Квадраты А 51 Нет Смотрим По Карте 51 Квадрат Это Большая Черниговка Юг Самарского Вот Это Самый Бермудский Треугольник Сходится Саратовская Оренбургская Самарская И Казахстан В Одной Точке Четыре Административных Границ Есть Такая Точка У Нас И Она На Юге У Нас 20 Километрах От Большой Черниговки Это Место Мы Вычисляли Она Называется Макаровские Шишки Это Поле Огромное Поле Зерновое И На Нем Посредине Поля Два Бухарка Через Которые Трактора Едут И Сысают Эту Стреницу Но Их Видно Вот Из Смотришь Вот Два Бухарка Мы Туда Выезжали В Экспедицию Два Рада На Это Место И Оттуда Проводили Редкие Связи Потому Что Ну Это Были Связи Нелунные Понятно Да Это Тропосфера Это Так Вот Даже Парадника Не Было Просто Выезжали Старались Из одной Дочки Провести Тут Саратовская Казахстанская Самарская И Оренбург Интересно Вот И Вот Выясняется Что Если Поехать Туда В Интернете Дать Информацию Что Будет Закрыт 51 Квадрат И Оттуда Будет Работ Редкая Экспедиция Через Дунок То Там Пайлап А Пайлап Это Когда Разолюбители В очереди Друг на Друг Настоят Там Пайлап Будет Очень Сильный Поэтому Возникает А В Большой Черниговке Живет Наш Большой Энтузиаст Радиолюбительского Движения УБ-4 Харитон Павел Елена Саша Он Сейчас Ушел На пенсию Но Он Железнодорожный Радист Специалист По Железнодорожной Радиосвязи Он Знает Там Все ходы Выходы Он Помогает Обслуживать Местную ЕДДС Которая Там Находится Рядом С пожарной Частью То же самое КВ Антенна Там У КВ Антенны У него У самого Есть КВ Трансивер У КВ Трансивер Антенны КВ У КВ И он Как бы Может быть Акворным Пунктом Вот В организации Этой экспедиции Туда На юг Для Лунных Связей Из 51 КВ Туда Продолжение следует...